всем привет и приехал новый наконец-то мавик уже блин у всех есть это у меня его только не было и я бы сказал он не приехал я его сам привез я просто прогуливался в магазине у нас просто в наших краях обычно лично ничего нет надо все заказывать я прогуливался в магазине в известном не буду называть не было рекламой смотрю стоит на витрине думаю блин заказывать даже не надо не взял его и купил и хочу теперь вам о нем рассказать это теперь мой коптер все свои предыдущие коптера я продал благополучно этот коптер моего друга это air я пытаюсь сейчас сравнить или объяснить что к чему что лучше что не лучше с новым законом вот этим который сейчас вышел есть проблемы до тормозят всех и уже у меня друзья которые снимают свадьбы летают на коптер и они уже столкнулись с этой проблемой у них подошли милиционеры забрали квадрокоптер сказали что как бы решают там вроде как потом потом нарушил ты или не нарушил очень даже странно почему они не смотрят там допустим на массу на все остальное хотя по идее нужно им всем показывать что коптер коптер он вот здесь указано масса 249 грамм он говоря подходит под законодательство чтобы можно было на нем летать и по идее этого должно быть достаточно чтобы вас никуда не привлекли не написали никаких документов на вас не забрали у вас тем более квадрокоптер поэтому на самом деле да будет наверно решаться все это практика инцидентами то есть любые законы требуют оттачивания со временем и я надеюсь что это все урегулируется но я уже подстраховался и взял себе дрон который не надо регистрировать которым потом не должно быть проблем я надеюсь на это что их не будет и что я сразу заметил какой минус этого коптера по сравнению вот с этим допустим у меня друг катается на мотоцикле и он любит на горы подниматься и делать трекинг на себя чтоб дрон за ним следил он кладет пульт рюкзак и едет и дрон за ним летит и снимает красивые виды пока он едет соответственно у эра есть такая возможность у маяками не убрали эту возможность теперь нету трекинга вообще и будет ли она в дальнейших прошивках можно конечно очень сильно надеяться что они сделают эту возможность доезжаю очень часто обновляют прошивки добавляют различные функции я помню у меня на диджай фантом 3 про добавили запись фото в раф этом очень сильно радовался этому просто прошивкой добавили было классно добавить ли сюда неизвестно поэтому можно просто смело надеяться на то что ее здесь скорее всего не будет то есть это как бы конкурентные преимущества больших дронов останутся так как дрон недорогой маленький он должен быть чем-то хуже все у него здесь будет все что у больших версий то как бы биджа не сможет нормально регулировать свои продажи поэтому лучше если вам нужно этот трекинг брать вот эти дроны но соответственно быть очень внимательным чтобы вас не поймали с него не заплатили большие штрафы сейчас по качеству съемки очень очень качественно снимает камера написано что здесь 2 и 7 к я вам смело могу сказать что мне кажется что диджай немного обманывают по той причине что камера снимает очень детализировано я смотрел эту картинку на большом экране деталей настолько много что моя камера 4к снимает даже хуже в 4к чем вот этот 2 и 7к снимает коптер мне кажется что там все-таки картинка 4к но она как-то и пережата что ли то есть они сжимают в 2 и 7 к сюда вы видели разрешение да действительно ниже стала но она ужимается мест большие картинки из-за этого детали все сохраняются и картинка выглядит очень четкой то есть ее более чем достаточно для большинства задач поэтому если кто сомневается что ему не хватит детализации я вас могу верить и ее там более чем достаточно я бы даже сказал что я бы наоборот даже смягчил картинку и сделал четкость на минус один чтобы она была более такой киношные чтобы они было так как перешарплены грубо говоря то есть слишком избыток детали он мешает он мешает сконцентрироваться все равно на картинке то есть картинка должна быть немного мягковатая ну я привык в таких картинкам это конечно дело вкуса кому как нравится кому-то нравится при вообще такое и ядерно чтоб там каждой пора была видна каждый волосик на щеке оставайтесь друзья со своими вкусами вот такие пульты у них идут абсолютно идентичные кнопки немножко поубирали вот это fn мне очень нравилась кнопка у меня еще был spark я spark я запрограммировал на iphone взлет то есть я просто включая нажимаю кнопку не взлетает прям с руки может лететь или животок в руке коптер нажимая fn взлетает и полетели сейчас так не получится сделать они эту кнопку убрали джойстик абсолютно идентичен также сверху вот эту кнопочку убрали джойстик этот камера оставили также есть кабель подключается телефон очень неудобно постоянно нужно подключать я помню нас парке вообще не надо было подключать там связь пульта и телефона по вайфай обеспечивалась да у нее есть минусы но блин это офигенно удобно когда просто телефон воткнул сразу полетел то есть я не надо от ковыряться с этой проводочком с этим вообще у меня телефон iphone в чехле в родном он вообще суда нормально не влазит то есть он как-то уголком здесь держится то есть я не могу то запихнуть и думал как-то вытащить все эти резинки оттуда но эти резинки они вплавлены прям в пластик и диск что их можно сделать это просто срезать их лезвием дает торчащие резинки чтобы место стало внутри больше и туда помещался телефон более толстый в чехле туда залазил что снимать чехол каждый раз когда летаешь но это вообще офигеть как неудобно будет я даже вот эти штуки не откручиваю потому что ну это время то есть так ты достал все сразу поставил телефон и полетел тебе так можно разложить оттенки включить телефон программу подключить шнуры есть тебе еще надо будет вот эти штучки прикручивать но это вообще тоже передумаешь летать и вообще забудешь зачем ты вообще его запускал так принципе вот по массе по габаритам все абсолютно отличные такие шостики так что по минусам я бы сказал что минусов вот этих то что нету датчиков которые здесь есть они нафиг не нужны сколько было коптеров с этими датчиками никогда в жизни не пользовался этими датчиками они тогда когда надо не не срабатывают они срабатывают тогда когда не надо они тебе мешают то есть это вообще целая проблема даже на этом коптере вот эти датчики приземления они мешают летать допустим в помещениях либо где есть какие-то объекты на котором хотите низко пролететь ну чтобы эффектные кадры снять есть варианты их просто заклеить единство что заклеивать нужно только их но ни в коем случае не вот эту камеру иначе у вас допустим в помещении не будет позиционирование нормального и коптер начинает вести себя как жиле такой вот так толкнули чуть-чуть полетели вперед по инерции все время летит вперед то есть у него нету понятия где он находится как на какой скорости поэтому вот эту камеру заклеивать нельзя есть блогер американский показываешь на не скотчем заклеивать целиком этот весь модуль но лучше вот так делать только эти две тогда вы сможете там над диваном так пролетать и у вас не будет этого резкого подъема автоматического кодокоптера такой лайфхак небольшой винты здесь очень очень тоненькие прям я бы сказал бумажные фактически я уже видел как у людей они при ударе от стены рвутся прям рвутся реально тоже отламываться бумага отрываются ну это сделано возможной ради безопасности то что без защиты которая идет комплектная максимальной версии либо из дополнительной защиты я доказал сетку от пи пи гуай так по моему компанию называется у нее такая сетка квадратная идет вокруг и в ней можно летать там сквозь деревья сквозь листья то есть чтобы коптер мог прям такие очень офигенные кадры снять нигде там не запутаться у них также можно летать соответств помещение не повредив ничего в основном коммерческая съемка недвижимости или еще чего то можете красиво плавные сделать съемки прям по всему дому полетать красиво ничего не разбить не повредить то есть сетка довольно поможет вам стоит на около 1200 рублей на алиэкспрессе круто что здесь под подвес сделали все таки как у всех коптеров трехосевой спарки допустим ты не хватало третьей оси и там когда вы делаете такой плавный разворот или плавную такую доводку облет то есть у вас немножко плавность не хватало было дергание небольшое то есть там сам спарк пытался цифровым методом как-то это компенсировать но нет и не 100 получалось поэтому все-таки полноценный трехосевой стивилизатор он необходим плюс здесь есть синим режим он добавляет вот эту цифровую стабилизацию чего нету других коптеров то что картинка становится еще плавнее чем она есть на самом деле то есть она настолько сглаживается что действительно называется кинематографичный эффект вот он там примерно присутствует то есть она такая плавная плавная плавно даже если вы где-то чуть-чуть что дернетесь или ветром немножко шелохнет коптер это все на пост обработки вот этой внутри дрона убирается не нравится что здесь до type-c который уже все ой type-c не сделали то что есть мини микро usb это что здесь открытая флешка вот так прям открыто что могут угодно попасть просто странно как-то открыто не сделали его теперь понял почему потому что есть док-станция специальная которая идет там как колба такая вы в него вставляете вот так он ставится на жопку ней торчит вот этот микро и избей он якобы должен сюда вот так попадать чтобы здесь ничего не открывать каждый раз то есть вот это нет для этого сделали на самом деле сомнительное решение вообще из этой док-станции нафиг на самом деле не нужна была бы ты лучше бы не вот эту крышку которая закрывает аккумулятор сделали до конца и это все осталось бы внутри под батареей ты чтобы так закрыли это все там внутри осталось но почему-то дизайнеры инженеры подумали что лучше сделать так аккумулятор очень мне понравилось что заряжается от powerbank и точнее не тушь аккумулятора весь дрон заряжается вместе с пультом от powerbank а у меня большой powerbank я сразу подключил и дрон и коптер туда и у меня из 22 тысяч миллиампер который есть 20 20000 точнее большом powerbank и у меня ни одного деления даже не исчезло у меня за два часа зарядился и коптер и дрон ну два часа конечно большое время но в мобильных каких-то вещах то есть куда-то там туристических по находитесь походах то есть вам там зарядиться не таскать собой дополнительных кучу аккумуляторов это намного удобнее таскайте powerbank он заряжает вообще не только ваш квадрокоптера все ваши гаджеты которые вам нужны и дрон просто там пока куда-то идете нам за пару часов уже снова зарядиться сможете опять летать это большое преимущество чего не хватает тут на самом деле другим дроном в принципе все и по по минусам по пластику я сказать что он не только на дрона винтов он вообще везде довольно таки такой вот видите он очень мягкий очень то есть он прям может возможно это поможет амортизировать конечно здесь вообще просто пенопласт какой-то вставлен такое ощущение что коптер такой из папье марше взял немножко как бы удешевлен я бы так сказал прям сильно удешевлен по качеству изготовления ну возможно это было все-таки борьба с массой и от этого никуда не деться к сожалению всем спасибо